Всем привет! Меня зовут Юля Джеймс и вы слушаете подкаст Русской службы ВИБИСИ «Что это было?». В нем с 24 февраля мы говорим о вторжении России в Украину и его последствиях. С начала войны в городе Николаев на юге Украины было только около 30 дней без обстрелов. Игорь Васиков работает в городе спасателем. Он почти каждый день ездит тушить пожары, разгребать завалы и искать выживших людей. За свою работу он получил награду от президента Владимира Зеленского «Национальная легенда Украины». Игорь, спасибо большое, что согласились поговорить с нами. Здравствуйте, спасибо, что пригласили меня. Игорь, расскажите просто о вашей жизни в Николаеве сейчас. Как выглядит ваш обычный день? Как вам сказать? Сейчас работа, дом, работа, дом. Все. Как бы ничего такого сверхъестественного. Сейчас у меня в жизни не происходит. Обычное такое военное время. Выезжаем на выезда, на пожары, на ликвидации последствий. Как бы вот так вот все сутки проходят по сути. Где вы были 24 февраля и каким вам заполнился этот день? 24 февраля я был на смене. Проснулись. Мы в 5 часов утра в подразделении. Это как раз я должен был сдавать смену. Так получилось, что я встал, проснулся, вот вижу, что никого нету, все уже на ногах. Именно вот из-за звуков всей, из-за ходьбы и телефонных разговоров. И стою и понимаю, что что-то случилось. Захожу в гараж подразделения и все на телефонах. Я просто открываю телефон, открываю новости и понимаю, что да, это все-таки произошло. Как бы, честно, были сомнения до последнего, но понял, что это произошло и начал тоже названивать своим родственникам. Вы помните первый вызов, когда вы приехали разгребать завалы после обстрелов, когда вы поняли, насколько все серьезно. Что в этот момент вы почувствовали? Первый, самый такой серьезный, это Николаев, это были казармы. Про них я вам ничего сказать не буду, как там было и что там. Но, конечно, было страшно. Переживал очень сильно. Ну, понятное дело, первый раз в жизни с таким сталкиваешься. Это сейчас, понятное дело, что уже как бы, ну, есть и опыт, и понимание. А когда первый раз с таким сталкиваешься, не понимаешь, что происходит, и как оно будет дальше происходить. Для наших слушателей, я напомню, это было 7 марта в 5 утра в казарму ВСУ в Николаеве попала ракета «Калибр». Правильно? Да, это так. И как бы я не могу это комментировать, понимаете, это как бы не ко мне. Хорошо. Расскажите нам, пожалуйста, о спасательной операции, когда ракета попала в двестиэтажное здание областной администрации Николаева 29 марта. Расскажите об этом дне. Это была моя смена. Тоже только-только заступили. На смену самое утро. Произошел взрыв. Я как бы, мое подразделение не слишком далеко от ОДА находится. Очень сильно затряслись от взрывной волны двери и окна в подразделении. Ну, и поняли, что где-то что-то прилетело, и сейчас надо будет скоро выезжать. Мы подразделением выехали, подъехали к месту. Везде вот эта пыль стоит на всю площадь. Люди бегают в панике. Подбежали потом еще ближе к самому зданию. Увидели, что, ну, просто там дыра очень здоровая в левой стороне. В самом здании, да? В самом здании, да. Дыра здоровенная. И начали первым делом бегать по этажам, искать людей, пострадавших, выживших, как бы, и их эвакуировать. Вот заблокированы были люди на верхних этажах. Вот это, получается, там, где сама дыра, в ОДА. И часть была целая справа, и немножко часть была с левой стороны целая, кабинеты. И вот как раз на верхних этажах в этой левой части находились люди. И их пришлось эвакуировать по автолестнице. Вам не страшно было вот лезть на восьмой этаж по лестнице? Нет, страшно не было, как бы, за работой. А людям? Людям, я вам скажу, я когда людей спускал, как бы, я их там утешал, как бы, не переживайте, все нормально, потихоньку спускайтесь, а это... Ну, они как-то тоже, я так понял, по их реакции, они как-то тоже сильно, они, в плане, там, спускаться с восьмого этажа, они тоже сильно не переживали по этому поводу. Люди тоже уже, я думаю, сильные люди. Что вы почувствовали, когда увидели здание областной администрации с дырой? Ну, изначально, вот просто я вам скажу, изначально это был, конечно, шок, шок, удивление. Потом это уже, через пару минут, это просто уже пошли рабочие моменты. Все, это уже я просто включился в работу, и все. Для меня это, для нас, для моего подразделения, это было главное, это спасти людей и их достать. Все, все остальное это уже было, убрали в сторону, я вам так скажу. Сколько людей вам удалось спасти? Ой, ну, смотрите, как бы мы приехали, подбежали к зданию, и как раз начали уцелеть люди, которые уцелели, начали там сами немножко спускаться потихоньку с верхних этажей, как бы мы там помогали им со здания выходить. Нашли мужчину, мужчина в тяжелом был состоянии, мы его на носилках спустили. Да, потом междуплит был мужчина, зажатый, его деблокировали тоже, передали скорой помощи. Эти выезда в голове перемешались уже. А есть какой-то выезд, который запал вам в душу, и вы часто о нем вспоминаете? Да, и каждый выезд почем-то особенный. Как бы я могу вам сказать, это были прилеты и по частному сектору, и по университетам, и по жилым домам, и по девятиэтажкам. И как бы, ну, каждый выезд чем-то особенный. BBC провела расследование и выяснила, что российские войска намеренно разрушили единственный водопровод, ведущий в Николаев. Как живется в городе без питьевой воды? В принципе, ну, как, дефицита нету, как бы всем все хватает, да, конечно, такие неудобства есть, что техническая вода течет с кранов, ну, как бы, и время такое, понимаете. Как бы, мое мнение, раз, надо потерпеть немножко, и все будет хорошо. А с питьевой водой, как бы, все нормально, привозят, все раздают людям. Неудобства, конечно, заставляют, там, с бутылками, там, или на машине ехать, или идти с бутылками, набирать. Вода это такой, помыться, приготовить покушать что-то, как бы, она быстро, и засходовать. Слово говоря, много ходок сделать, там, чтобы хватило той воды. Насколько это опасно стоять в очередях, вот так ждать воды? Ну, конечно, опасно, конечно. Массово так опасно стоять, конечно, какой-то будет обстрел, те же самые кассеты, конечно, это будет опасно, это приведет к большим жертвам. Расскажите, пожалуйста, о жизни в Николаеве сейчас. Мне сложно представить военную жизнь, да, вот расскажите о быте. Я вам скажу так, идут и родители с детьми маленькими гуляют, и люди ездят, так же самое, на работу, и маршрутки ездят, и люди и в парки ходят, и там, есть, и в заведения ходят, как бы, ну, пытаются жить нормальной жизнью. Пытаются, стараются, да, но всегда есть ощущение опасности, всегда вот есть вот это ощущение, как бы, на прогулке ходишь, и вот в небо всматриваешься, там, летит что-то, не летит, как бы, вот в звуке тоже слушаешься, или там, летит что-то, не летит. Как бы сейчас вот эти, так называемые, вот эти мопеды, как у нас в Украине на них говорят, беспилотники эти, понимаете, сейчас тоже какой-то мотоцикл проехал, и сразу вот так вот, сразу люди, сразу внимательно слушают, или летит что-то, или все-таки это просто, там, мопед проехал по дороге, вот так вот. Люди как бы, ну, люди стараются жить. То есть вот эти дроны, они звучат, напоминают мопед, да, по звуку? Да, 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 я первый раз, я этот звук услышал, я тоже был на сутках, не знаю, может, часов 10 вечера было, мы сидели на улице, и просто вот такой звук мопеда, мотоцикл, и мы сразу поняли, что это летит беспилотник, как бы, и мы в укрытие забежали. И после, да, его услышали, этот звук, и через секунд 20 где-то был звук взрыва, его очень сильно хорошо слышно. Расскажите вот о каких-то бытовых проблемах жителей, вообще, как у вас там с едой, как у вас там с лекарствами? С едой, с екассами, все в порядке, сейчас вот, конечно, тоже такое время, а сейчас вот это проблемы с электричеством, проблемы с электричеством, это проблемы со связью, там, сами понимаете. Начали вот эти неудобства доставлять, конечно, людям, отключение электричества. Вот раз мы уже заговорили об этом, по всей Украине Россия обстреливает объекты гражданской инфраструктуры, в том числе и теплоэлектростанции. Вы переживаете, что Николаев может остаться без света и тепла? Конечно, переживаю, и, конечно, есть такой шанс, но я думаю, что все будет хорошо, и даже если, не да бог, такое случится, то переживем. Я думаю, мы нация сильная, как бы, переживем все эти моменты. Ваша служба спасения, она как-то готовится, вот, к худшему варианту развития событий, вот, если город окажется без тепла, допустим, без света? Ну, как бы, мы и так были готовы, у нас в подразделениях генераторы есть, как бы, тоже есть, там, суба, говоря себе, там, дрова заготавливают на зиму на всякий случай, тоже, если вдруг что-то случится. Возрастет вообще риск пожаров, если люди будут отапливать дома печами, будут сжечь костры, свечи? Ну, вы имеете в виду электрообогревателями? Да, да, электрообогревателями, да. Конечно, конечно, да, где-то человеческий фактор, ты там где-то за обогревателем недосмотрел, как бы, знаете, где-то что-то там обогреватель может и подпалить вещь какую-то, и возникнет пожар, и тоже эти обогреватели могут дать нагрузку на электросеть, да, где-то что-то коротнуть, короткое замыкание, и все, и пожар. И мы так тоже с коллегами общались, думали, сейчас, там, через месяц, сейчас зима начнется, да, люди 100% начнут включать электрообогреватели, и, скорее всего, еще такое время плюс непросто, и, скорее всего, вызововы добавятся немножко. Но у вас их и так немало. Ну, как бы, смотрите, выездов, там, в плане обстрела, да, изначально было порядком, сейчас, я вот вам уже говорил, месяца полтора, как бы, более-менее, там, немножко успокоилось. Вот с начала 24 февраля, в плане бытовых моментов, в плане, там, коротких замыканий в квартире, там, пожар в квартире, да, в доме этого стало гораздо меньше, потому что люди из города повыезжали. Меньше стало населения, а вы, ну, там, сами понимаете, люди из квартиры, из дома вышли, и они сразу, там, газ перекрыли, электричество перекрыли, как бы, и они себе уехали. Из-за этого то, что населения вроде меньше, и меньше бытовых выездов, вот, квартиры, дома, частные, жилкопы, как бы, вот так вот. Есть какой-то вызов, когда, вот, вы особенно гордитесь своей командой? Да, я вам скажу, я всегда горжусь своим личным составом, потому что вот всегда вот они молодцы, всегда они все успевают, всегда они стараются, всеми горжусь. Игорь, вам всего 24 года, но вы руководите людьми, которые старше вас, и получили награду от президента Зеленского «Легенда Украины». Вот что вы почувствовали, когда вам позвонили из президентской администрации? Я сначала удивился, я, как бы, сначала не поверил, как бы, может, номером припись решу, я, как бы, был изначально в шоке, я даже не знал, какие слова подобрать. Я потом начал уточнять, как бы, а вы точно, вы уверены, мне на другом конце телефона начали, там, отвечать, да, я понимаю, вы там сейчас в шоке, как бы, ну, это правда. Когда начали общаться, когда это будет, что это будет, там, когда ехать, когда награждение, там, в каком формате, как бы, вот так вот начали немножко эти моменты уже проговаривать. Конечно, я был в шоке. Какое впечатление у вас от встречи с президентом Владимиром Зеленским? Этот человек только, как бы, для меня только, там, по телевизору, как бы, и все, а когда ты этого человека видишь в реале, то, конечно, ты удивленный, переживаешь, как бы, и нервничаешь. А вам объяснили, вот, за что конкретно вам вручили эту награду? Ну, в основном это, конечно, я так понимаю, это ОДА. Областная администрация? Да, потом пожар после прилета тоже на базе по хранению масла непереработанного, да. А расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, получается, число, я уже не помню, крылатая ракета туда прилетела в емкость, полностью одну емкость там сорвала крышу, там было хранится масло непереработанное с разливом, пожар был с разливом масла. И, получается, в конце уже оделись мы защитные костюмы, я со своим начальником подразделения, и мы в этих костюмах пошли в масло, там, тушить, там, где остались очаги отдельные, в которые никак нельзя было достать. И мы с ним в масле, пошли в то масло, и добрались до тех очагов, и потушили, как бы, пожар. А вам было не страшно? Нет, нет, нет. То есть вы ничего не боитесь в этой жизни, кроме президента Зеленского? Нет, а каждый человек чего-то боится, как бы, понимаете. Как бы, я боюсь, что, как и любой, мне кажется, сейчас человек в Николаеве, который остался жить в Николаеве, просто, наверное, в любой момент просто может прилететь ракета на голову, и все. Наверное, вот это вот самое страшное. Потому что так, как они город обстреливают, понимаете, это, они стреляют, там, по какой-то инфраструктуре, потом, бах, прилетают в жилой сектор, прилетают в девятиэтажный дом, прилетают в пятиэтажный дом, и ты со своим, как бы, люди со своим риском для жизни все равно остаются в Николаеве и продолжают в Николаеве жить. Хотя понимаю тоже, что прекрасно, что, ну, может, прилететь и за секунду просто человек не будет. Почему вы не уехали? Так, как я еду, у меня работа, я никак не уеду. Родители мои тоже здесь, мама, папа, сестра, бабушка тоже здесь в Николаеве. Я предлагал родителям, ну, родственникам эвакуироваться, они отказались. Сказали, почему мы будем куда-то ехать, не зная куда, и что мы там будем делать. Как бы, и я-то, понятное дело, что я, как бы, когда я им предлагал, я сказал, я буду здесь оставаться, дальше работать, там, у вас есть шанс, как бы, там, эвакуироваться. А они сказали, нет, мы никуда ехать не будем, там, что мы тебя будем здесь одного бросать. За себя я как бы даже ни разу не думал, что там где-то куда-то эвакуироваться. С начала 24-го числа все прекрасно понимали, что будут оставаться на местах и работать. В одном из интервью вы сказали, что радуетесь, когда вам звонят в службу и просят снять котенка с дерева. Почему? Да, как бы, не то, что радуюсь, просто я имел в виду, что даже жизнь животного это тоже главное. Даже я, когда учился в училище, тоже человеческая жизнь и это само собой. И не надо забывать про животных. Ведь они тоже живые, они тоже чувствуют. Всегда нам звонят, там где-то поехать собаку с какой-то канализации. Были у меня такие случаи, с канализацией собаку достать и там, и с балконов, с деревьев, с крыш кошек спустить тоже было. Даже было, я один раз ездил, змея заползла на крышу дома частного. Тоже ездили, змею искали на крыше. Ваша служба и опасна, и трудна. Да, да. Игорь, вот у вас сейчас есть возможность обратиться к нашей русскоязычной аудитории. В основном наши слушатели живут в России. Что бы вы хотели им сказать? Что бы я хотел им сказать? Не ожидал я такой вопрос. Понимаете, умный человек, он сам все поймет. Вот и все. Умный человек, он сам захочет найти разную информацию. Любыми способами. Такая, как она есть. Ее принять. Если человек умный. Если человек глупый, то он ничего не хочет, он ничего не будет искать. Ему абсолютно будет все равно. Спасибо вам большое. Это был Игорь Ивасиков, спасатель из Николаева. Вы слушали подкаст, что это было. Если у вас есть VPN, слушайте нас на сайте bbcrushion.com, в соцсетях, или скачивайте напрямую в Apple подкастах. Нас можно также послушать на других платформах, в том числе на YouTube. Жмите колокольчик, оставляйте оценки, ставьте нам лайки и комментируйте. Так о нашем подкасте узнает еще больше слушателей. Меня зовут Юля Джеймс. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин